Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема сегодняшней лекции – чесотка и педикулез. План лекции такой. Сначала разберем чесотку, и теологию, патепередач, клинические проявления, принципы лечения и педикулез, и теология, клиника, принципы лечения. Чесотка, наверное, это заболевание у всех на слуху. Чесотка – это заразное, паразитарное заболевание кожи, которое вызывается чесоточным скрещеным. Как может быть заражение чесоткой? Первое – это прямой путь передачи при контакте с больным человеком. Это может быть рукопожатие, это может быть, кстати, чесотка, то есть от болезни передающихся по лозу путем, то есть тесный телесный контакт. Может быть не прямой путь или опоследованный при пользовании инфицированными предметами личного обихода. Это могут быть какие-то и игрушки, если дети, постельное белье и мочалки. То есть особенно часто болеют птицы, которые не соблюдают правила личной гигиены. Они проживающие в условиях скученности, но вот еще раз повторюсь, что заражение может происходить и в половом контакте, при пользовании общей постелью, общим полотенцем. И большинство больных чесоткой – дети и молодые люди в возрасте до 30 лет, скажем. Хотя тут трудно сказать, какая категория больше подвержена, наверное, этот возраст больше контактирует друг с другом. Но вообще, если говорить о чесотке, где в реальной жизни можно заразиться чесоткой? Я думаю, что в принципе везде. Поручни в автобусе, дверные ручки магазина, в конце концов, деньги, которые мы держим в руках. Поэтому от чесотки не застрахован никто. При посещении бани, при поездке в поездах. То есть чесоточный клещ, он довольно-таки живучий. И если клещ попал, особенно самка, то происходит заражение чесоткой. Возводитель чесотки, еще раз повторю, это чесоточный клещ. Причем патогеной является самка чесоточного клеща. Обратите внимание, вот слева большая такая крупная осырь – это самка. Самка всегда крупнее самца. Самец примерно в полтора раза меньше самки. Что же происходит? Очень важно для заражения, если теоретически представить, что на кожу попал только самец, то инфицирования не будет. Надо, чтобы на кожу попала оплодотворенная самка. Что делает эта самка? Она начинает проникать в роговой слой эпидермиса, и грызается буквально, и начинает прокладывать параллельно поверхности кожи чесоточный ход длиной 5-10 мм. Но иногда бывает, что и больше. И где откладывает она в среднем, вот посмотрите, она заползла, прорыла буквально своими вот этими крещами отверстия, начала бродить эпидермис, вот параллельно поверхности кожи, и начинает откладывать яйца. То есть самка откладывает яйца, выходит на поверхность кожи. Вот эти личинки, которые остаются здесь, они затем начинают развиваться, и из них формируются половозрелые крещи, которые выползают на поверхность. То есть самка выползла на поверхность кожи, оставила яйца, и она погибает. А вот из этих личинок вылупляются молодые самки и самцы. И вот самец выходит на поверхность, ждет молодую самку, оплодотворяет, погибает, а оплодотворенная самка начинает бродить кожу. То есть вот обратите внимание, что самка бродит ход на этом, вот четко видны оставленные ей личинки. И есть такая особенность, что самка во время того, как она делает вот этот чесоточный ход, она все время делает какие-то вентиляционные отверстия. То есть отверстия на поверхность кожи, с какой целью? Чтобы в этот чесоточный ход поступал кислород, и личинки могли быть жизнеспособными. То есть самка чесоточного клеща заботится о своем потомстве. Наиболее благоприятными местами обитания клещей могут быть вещи, в которых ходят люди. То есть выживает он, клещ, вернее, поражает кожу человека, но долго сохраняется он на предметах обихода. То есть это пледы, это... Продолжение следует...